Всем большой привет! Добро пожаловать на мой канал! И сегодня я вам расскажу, как сделать реально носибельные ногти. Такие, чтобы торец был тонкий, но в то же время не скалывался, не откалывался, никаких у вас проблем с ним не было. И давайте начнем работу. Это ногти моей клиентки. Им, кстати, уже 5 с чем-то недель. И мы делали укрепление гелем. Начинаем снятие. Сегодня, кстати, тестирую первый раз такую фрезу. Все ссылочки на все товары, материалы я, как всегда, оставлю в описании под видео. В принципе, мне понравилось. Было немножко непривычно, потому что я привыкла работать немного другой формой. Но то, как она спиливает, мне понравилось. После нее мелкая крошка, мелкий опил. И еще фреза не подкидывает никоим образом вверх вот эту пыль. Знаете, наверное, да, что бывают такие фрезы, потом сидишь абсолютно вся в пыли, какой бы хороший пылесос у тебя не был. Дальше, что мы делаем с вами, это мягкой пилочкой обязательно обрабатываем ноготок. И еще здесь у меня ногти трамплины, и поэтому я оставляю некое количество материала посередине ногтя. А вот с торца обязательно материал убираю весь полностью. И выполняю маникюр. Маникюр я здесь делаю пламенем 21 диаметра. У меня маленький кармашек, аккуратная кутикула. И вы знаете, здесь тот случай, когда я клиенту говорю, ну неужели ты не могла отрастить кутикулу за такое огромное количество времени? А она мне говорит, ну не растет. И действительно, вы замечали, что у кого-то, ну очень огромная кутикула, а здесь прямо аккуратно ножницами подбираешься и ищешь, чтобы такое срезать, чтобы срез выглядел аккуратным, красивым, не до крови, но в то же время все-таки кутикула есть. То есть срезы здесь есть реально что. У нас, как вы уже знаете, у нас скоро праздник День Святого Валентина, День Всех Влюбленных. Не будем с вами спорить о том, откуда этот праздник пошел. Наверное, в России все праздники, какие только можно, отмечаются. И, естественно, даже такой праздник, как День Святого Валентина. Поэтому мы сегодня будем рисовать дизайн ко Дню Всех Влюбленных. Наносим базу тоненько от Космопрофи и хорошенько вбиваем ее в ногтевую пластину. Кстати, сегодня день рождения у моей старшей дочки, поэтому она тоже смотрит YouTube. И если вы напишите в комментариях какие-то приятные слова, я думаю, ей будет приятно, потому что она тоже все мои видео смотрит. Номер 502 от Космопрофи наносим на торец. Наносим мы как толстый-толстый френч. Видите, я даже не стараюсь, тонкой кисточкой ничего не ношу. И распределяю уже кистью для градиента по липкому слою предыдущего тонкого слоя базы. То есть нанесли базу тоненько, просушили, образовался дисперсионный слой, и мы уже растушевываем цвет по липкому слою. Не могла вам не показать вот эти базы. Это базы из коллекции с буковкой В. Обязательно обратите на них свое внимание, когда будете на сайте Космопрофи. Эти базы претерпели просто такие тесты, прежде чем я вам их показала во всей красе. Они носятся абсолютно практически на всех ногтях. Ну, если, конечно, не брать очень длинные ногти, естественно, базу нежелательно наносить на сильно длинные ногти. Блеск просто нереальный, очень красивый, очень много шиммера. Он и деликатный, и яркий одновременно. Я наносила на возрастные руки, на очень короткие ногти, на проблемные ногти. Носятся базы у всех хорошо. Поэтому присмотритесь, пожалуйста, к этой коллекции. Реально хорошие камуфлирующие базы именно с шиммером. Я очень довольна. И приступаем к опилу форм. Да-да, снова пилю форму. И именно после такого опила не бывает никогда отслойку торца. Потому что, в принципе, их быть не может. Мы пилочкой заходим под ноготок, и у нас получается, что часть своего ноготка, то есть где-то полмиллиметра, один миллиметр с торца, мы выпиливаем. Посмотрите, какая четкая, красивая форма получается. И также, посмотрите, у нас нет там своего ногтя. А, соответственно, отслаиваться и нечему. Поэтому вот такой вот лайфхак. Так можно делать и с базой. Приступаем к нашему дизайну. Опять-таки же берем 502 цвет и белый гель-лак. Белый гель-лак, белую гель-краску, все, что вам удобно. И начинаем в разных пропорциях вмешивать цвет основной, то есть тот, которым мы делали с вами растяжку. Делаем так, чтобы у нас образовалось некое количество цветов. Это белый, светло-розовый, дальше чуть ярче розовый, чуть ярче розовый, чуть ярче розовый. В принципе, чем больше ноготок, тем больше вам цветов потребуется. Поэтому тут все индивидуально. Вы можете выполнять в своей стилистике, можете делать полоски разной толщины. Я решила сделать чуть-чуть потоньше, чтобы был эффект некого объема. В центре я рисую белое сердечко и первым беру самый-самый светлый цвет. То есть тот, по сути, который ближе всего в цветовой палитре к нашему белому. Аккуратно обрисовываю сердце и смотрю, чтобы у меня везде была одинаковая толщина. То есть, чтобы у меня было сердечко мое обведено и форма не пострадала. Полимеризую. Дальше беру чуть более темный розовый, то есть та лужица белого, в которую мы добавили больше лака розового. И прорисовываю такую же полоску. Тоже, опять-таки же, повторюсь, что стараюсь, чтобы везде толщина у меня была одинаковая. В принципе, сами полоски могут отличаться по толщине, но если вы уже начали рисовать розовым определенную толщину, то, пожалуйста, придерживайтесь ее. Еще очень интересный эффект, когда вы белое сердечко рисуете совсем маленькое, а с каждой последующей полоской полоска становится все шире и шире. То есть сердце как будто бы расходится. Очень интересно. На самом деле вариаций много, также так можно проделать и с зеленым, и с синим, с любым цветом. В принципе, нам здесь понадобилось только ярко-розовый и белый. А там уже все было по фантазии. Если будете рисовать голубым, можно нарисовать звездочку. Если будете рисовать зеленым, можете еще что-то придумать, какой-нибудь яблочко или просто даже треугольник. И все равно будет смотреться очень интересно. И еще после того, как мы покроем топом, у нас все вот эти полоски уберутся. В конце я все-таки решила, думала, гадала, добавить мне основной цвет или нет. И когда добавила, поняла, что ноготь прямо заиграл, то есть стал ярче привлекать к себе внимание. И еще я обещала вам не удалять, не вырезать косячки, которые у меня получаются при работе. Здесь у меня клиент дернулся. Я просто взяла плоскую кисть и вытерла там, где я испачкала немного топом. Все это покрываем топом без липкого слоя, с небольшим выравниванием и любуемся результатом. Посмотрите, какой красивый блеск. Посмотрите, какой плавный переход вышел. Вообще без труда мы этот маникюр сделали где-то за 1 час 50 минут вместе со съемкой видео. Но самым долгим было это то, что мы рисовали сердечко. Во всем остальном все прошло очень быстро. Также хочу вам сказать, что в магазине Космопрофи у меня есть промокод на скидку. В инфоблоке обязательно все пропишу. Если видео было для вас полезным, интересным, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Также не забывайте подписаться на мой инстаграм. С вами была Татьяна Сидоренко. Всем пока!